Самая огромная подводная лодка в истории, способная в одиночку уничтожить целый континент. Проект 941 «Акула» по натовской кодификации «Тайфун». Водоизмещение подводного крейсера «Акула» составляет 48 тысяч тонн. Автономность плавания 6 месяцев. Экипаж 160 человек, в том числе 52 офицера. Силовая установка – два водоводяных ядерных реактора по 190 мегаватт каждый, с мощью по 50 тысяч лошадиных сил. Они были способны разогнать под водой субмарину до скорости в 25 узлов. Это почти 50 километров в час. На гигантской палубе «Акулы» может развернуться «КамАЗ». Длина подлодки проекта «Акула» примерно равна двум стадионам или высоте девятиэтажного здания. А теперь представьте себе девятиэтажку, уверенно двигающуюся вперед на глубине в несколько сотен метров. Подобная картина способна потрясти и не слишком впечатлительного человека. Тяжелый ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта «941 «Акула» был разработан в одном из ведущих советских предприятий в области проектирования подводных лодок в конструкторском бюро «Рубин» в городе Санкт-Петербург под руководством Сергея Ковалева. Первая лодка этого типа, ТК-208, была заложена на предприятии «Севмаш» в июне 1976 года и вступила в строй в декабре 1981 года. Невероятно огромные размеры «Акулы» обуславливались габаритами новых твердотопливных трехступенчатых межконтинентальных баллистических ракет. На ее борту находилось 20 баллистических ракет «Р-39». Эти ракеты обладают гигантской стартовой массой 90 тонн. Длина этого убийцы всего живого 16 метров. Диаметр почти 2,5 метра. Боевая дальность ракеты 8300 километров. А это значит, что с Северного полюса можно было попасть в объект, расположенный у самого экватора. А уж до Америки этого хватало и подавно. В том случае, если бы Холодная война перешла в активную фазу и по Советскому Союзу нанесли бы ядерный удар, «Акулы» должны были без всяческого преувеличения стереть в порошок страну агрессора ответным ударом. Одна ракета «Р-39» несет 10 боеголовок с индивидуальным наведением по 100 килотонн в тротиловом эквиваленте каждая. Старт всего боекомплекта ракет «Акулы» может быть осуществлен одним залпом с малым интервалом между стартом отдельных ракет. Запуск возможен как из надводного, так и из подводного положений на глубинах до 55 метров и без ограничений по погодным условиям. Вы только вдумайтесь! Для обеспечения перезарядки «Акулы» этими ракетами в 1986 году был построен громадный дизель-электрический транспорт-ракетовоз «Александр Брыгин» проекта «11570» с полным водоизмещением 16 тысяч тонн. Подводная лодка «Акула» оказалась не только самой большой подводной лодкой, оснащенной таким большим количеством вооружения, но и самой бесшумной из-за двухкаскадной системы амортизации. Для снижения заметности и в целях понижения шумов корпус лодки покрыли специальным резиновым покрытием, общий вес которого составлял 800 тонн. Отчасти благодаря этим решениям «Акулы» считались и до сих пор считаются одними из самых малошумных подводных лодок. Получился у «Акулы» и еще один, уж совсем неожиданный, результат. Подводники уверяют, что «Акуле» настолько удалось слиться с океаном, что киты и касатки нередко принимали ракетоносец за сородича, тем самым создавая ему дополнительное прикрытие. Рассказывают, что киты иногда трутся о корпус корабля и трещат, и свистят при этом как птички на весь океан. Достижение весьма любопытное, хотя вряд ли запланированное заранее. Для американцев же молчаливость «Акулы» и вовсе стала неприятным сюрпризом. Действительно, как-то неуютно становится при мысли, что где-то в океане бесшумно и незаметно движется девятиэтажка, своим залпом способная превратить в радиоактивную пустыню несколько американских мегаполисов. «Акула» была предназначена для несения боевого дежурства в северных широтах Арктики, то есть приспособлена к автономной работе во льдах и под ними. Техническое решение этой лодки позволяло ей проламывать лед толщиной до двух с половиной метров, всплывая на поверхность. Это был уверенный козырь по условиям эксплуатации наших акул по сравнению с тепловодными американскими субмаринами, для которых северные моря были изначально закрыты. Самая большая автономная подводная лодка класса «Акула» – единственная субмарина в мире, способная, несмотря на свои внушительные размеры, передвигаться на мелководном шельфе потолще льда. На такой поступок не отважится ни один из капитанов атомных субмарин стран НАТО. Высока угроза повреждения подлодки. Шансы на опережающий ядерный удар были только у подвижных субмарин из-под северного ледовитого панциря. Отследить подлодку под толщей льдов невозможно даже с орбитальных спутников. Разумеется, лодка таких размеров не должна вести ближний бой с кораблями и другими подводными лодками. Но на этот случай «Акула» все же получила шесть торпедных аппаратов калибра 533 мм, предназначенных для стрельбы торпедами и ракетоторпедами, а также для постановки минных заграждений. Противовоздушная оборона монстра-ракетоносца обеспечивается восемью комплектами ПЗРК «Игла-1». Конструкция лодки уникальна. Повторить подобное никто не смог и, как считают многие военно-морские специалисты, уже никогда не смогут. Внешние обводы лодки напоминают приплюснутый хлебный батон, но это только форма внешнего тонкого и легкого корпуса. Внутри него располагается прочный корпус с размещенными в нем машинами, механизмами и живущими среди них людьми. Этот внутренний прочный корпус «Тайфуна» уникален. Такого еще никто и никогда не делал. Он состоит из двух параллельно расположенных сигарообразных цилиндров диаметром по 10 метров каждый с тремя переходами через промежуточные отсеки – в носу, в центре и в корме. Таким образом, получается, что в одном общем легком корпусе размещены как бы две лодки. Их обычно именуют левый борт и правый борт, подразумевая при этом левую и правую цилиндрическую сигару целиком. В этих прочных бортах все дублировано – реакторы, турбины, все механизмы и даже каюты, так что в ракетоносце всего имеется по два. И если в одной половине все откажет, то другая позволит полностью выполнить боевую задачу и вернуться к базу. Благодаря размещению отсеков в отдельных корпусах вероятность гибели минимальна, даже при получении очень серьезного урона. По заключению специалистов, взрыв торпеды, погубивший подводную лодку «Курск», крейсерам класса «Акула» подобный взрыв не нанес бы серьезного урона. Более того, в 1991 году на одной из лодок этого класса «Архангельск» произошел взрыв учебной ракеты в пусковой шахте. И все, что потребовалось для устранения последствий – небольшой ремонт пусковой установки, части корпуса из десяток рапортов о произошедшем. Никто из экипажа под лодки, а это, на секундочку, 160 человек, при взрыве не пострадал. На «Акуле» экипажу были обеспечены не просто хорошие, а немыслимо хорошие для подводных лодок бытовые условия. За небывалый комфорт «Акулу» прозвали «плавучей гостиницей». Команда была размещена в обшитых пластиком под дерево двух, четырех и шестиместных каютах, с письменными столиками, книжными полками, шкафчиками для одежды, умывальниками и телевизорами. Был на «Акуле» и специальный комплекс для отдыха, спортивный зал со шведской стенкой, перекладиной и боксерской грушей, вело и грибными тренажерами. Есть на нем и четыре душевые, а также сауна, рассчитанная на пять человек. А еще на лодке есть небольшой бассейн, четыре метра в длину, два в ширину и два в глубину. Акулы были грозным противником, и на Западе их боялись просто панически. Американский журналист Марк Эпископос оценил смертоносные возможности российского тяжелого ракетного подводного крейсера проекта «941 Акула», назвав ее «машиной судного дня». Эксперт уверен, что в случае начала военного противостояния подводная лодка унесла бы жизни миллионов людей всего за несколько минут. Именно поэтому она является «машиной судного дня». И поэтому вскоре после развала Союза под давлением новоявленных партнеров было принято решение утилизировать три из шести построенных кораблей этого проекта. А седьмой корабль ТК-210 не достраивать вовсе. Интересный факт. Соединенные Штаты тогда выделили средства по программе совместного уменьшения угрозы на утилизацию половины акул в размере 8 миллионов долларов за каждую подлодку, и тут, внимание, с одновременным продлением срока службы до 2023-2026 годов их американских ровесниц под лодок «Агайо». Какой-то несправедливый договор. Сегодня лишь Дмитрий Донской продолжает нести службу. Его переделали под носители ракет «Булава». Два же других неутилизированных подводных крейсера ТК-17 «Архангельск» и ТК-20 «Северсталь» пребывают в ожидании решения на утилизацию. И напоследок сообщу, что бывший первый заместитель начальника главного штаба ВМФ России вице-адмирал Олег Бурцев недавно заявил, что две субмарины «Архангельск» и «Северсталь» проекта «Акула», которые находятся в отстое в центре судоремонта «Звездочка» в Северодвинске, вместо утилизации можно переоборудовать под ракеты «Калибр». Размеры этих субмарин позволяют вооружить каждую из них по меньшей мере двухстами крылатыми ракетами, сказал вице-адмирал. В качестве примера подобной модернизации он привел четыре стратегические подлодки США типа «Агайо», которые несут 154 крылатые ракеты «Тамагавк». Ранее они также имели на борту баллистические ядерные ракеты «Трайдент-1». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова